Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. В этот понедельник программа «Якутск. Сегодня» открывает новый сезон. С вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости. Кандидат педагогических наук, руководитель кафедры государственного муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента Республики Саха-Якутия Наталья Кашперская. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии сегодня дети, учащиеся школ и гимназии города Якутска Аделина Пестерева. Аделина, здравствуй. Здравствуйте. Ты учишься в классической гимназии, и тебе 12 лет. Да. Данил Захаров. Здравствуйте. Здравствуй, Данил. Ты тоже классическую гимназию посещаешь, и тебе 14 лет. Да. Валера Чусовской. Валера, здравствуй. Здравствуйте. Ты учишься в 12-й школе, и тебе 11 лет. Да. И Иван Сахибов, школа-гимназия. Да? 10-я школа. А, 10-я школа, простите. 10-я школа, 14 лет. Здравствуйте. Уже 15. А, уже 15. Спасибо за уточнение. Я рада вас всех видеть. Сегодня мы будем говорить об одном из проектов высшей школы инновационного менеджмента, который называется «Открытый университет», и который стартовал, да, это был впервые такой детский летний лагерь, который стартовал в этом году. И вы все были участниками этого проекта, и все наверняка как-то и чему-то в этом лагере научились. Но я бы хотела первое слово предоставить Наталье Альбертовне, что это за проект, чтобы мы напомнили, да, и сами вспомнили, и напомнили нашим слушателям и зрителям, кто был с нами в начале лета и уже об этом знал, и звонил, и спрашивал, когда этот будет старт, и какие цели этого проекта, и достигнуты ли они. Спасибо большое, Светлана Петровна, и за приглашение, и за возможность вспомнить о замечательных летних днях. Действительно, на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия впервые был организован подобный проект. Мы подумали о том, что вообще школа культуры и управления – это очень такая методологически насыщенная позиция, которую нужно продвигать не когда ребенок достигнет 18-летнего возраста или даже позже, а начинать, в принципе, со школьного возраста. То есть учить человека управлять собой, управлять своими коммуникациями, управлять своим здоровьем, своей судьбой – это важно. Поэтому привить любому человеку управленческие навыки – это здорово. И, в конце концов, сформировать моду на управление, на грамотное, эмпатичное управление – это тоже очень здорово было бы. И поэтому мы решили в этом году сделать такой реверанс в сторону молодых людей. И на базе нашего учреждения мы их собрали на очень короткий курс. Я хочу напомнить, что он длился всего одну неделю, то есть не там 20 дней, как обычно, смена длится в пионерском лагере, например. Это всего была одна неделя, мы ее назвали «Открытый университет», и смена называлась «Про лидер» первая. И вот как раз в рамках этой смены молодые люди у нас познакомились, подружились и прошли большое количество всевозможных активностей. Настолько было сконцентрировано все в эти 5 дней, по сути дела можно было по насыщенности растянуть это все и на все 20. Поэтому мы сделали вариант вот такой прямо очень сконцентрированный. И я думаю, что уже достаточно большое количество времени прошло с тех пор, но, наверное, самые яркие моменты запомнились. Поэтому было бы интересно тоже узнать обратную связь от наших посетителей. Участников непосредственно этого лагеря. И там же было несколько смен. Вот одна смена была, это как лидер, вторая как журналист. Да, вторая смена была про медиа, и там распатривались тоже возможности управлять своими коммуникациями. Оно все равно вот это вот шло, да, лидер мотивом? Управленческая. Управленческая составляющая была для нас самым важным. Ну, потому что мы школа управления по большому счету, поэтому вот пытаемся прививать основы культуры управленческой. То есть, получается, в принципе, перед нами сидят потенциальные руководители в какой-то сфере. Да, я очень на это надеюсь, конечно. А вы как себя чувствуете, ребята, вот насколько вы хотите быть руководителями? Потому что есть же те, кто хотят быть подчиненными и не брать на себя большую ответственность. Расскажите, кто первый начнет о ваших впечатлениях, что вам понравилось в этом лагере, что вы новое, может быть, узнали, что для вас было неожиданно совсем? Кто начнет, кто хочет рассказать? Длина? Давайте я. Давайте. У нас было много экскурсий, встреч. И мне запомнились встречи с Полиной Яковлевой. Она рассказывала о «Сто фактов о Якутии». Дмитрий Михайлов, он рассказывал о мистических историях. И Валерий Лютый рассказывал о патриотизме. У нас была деловая игра, аукцион. Мы покупали сырье, и потом делали из этого товары и продавали купцам. Мы ходили в дом правительства один и в Илтумен. Да. А что это такое за сырье? Как вы так быстро что-то изготавливали и продавали? Ну, мы покупали, допустим, бумагу, ножницы. Делали из этого... Ну, у нас было задание сделать снежинку, и мы из этого делали снежинку. То есть это было... При хорошем подходе можно продать... Конечно. Это была деловая активность, где ребятам нужно было понять, что все главное – очень быстро реагировать на запросы потребителей, на запросы рынка, и уметь соорганизоваться в нужном направлении, сплотить команду. И во время этих активностей, конечно, возникала необходимость выбрать лидера в своей команде. И вот здесь как раз управленческие технологии проявлялись. Кстати, когда вы выбираете лидера в вашей команде, вам не обидно, что кто-то лидирует, а кто-то остается без вот этой вот руководящей такой позиции, без статуса лидера. И как вы вообще охотно на это соглашаетесь? Вы же, в общем-то, все пришли с такой заявкой, да, чтобы научиться руководить. Соглашаетесь быть ведомым какой-то команде? Ну, когда мы были в этом лагере, меня избрали лидером. Меня выбрали, потому что я как бы самый старший был. И не знаю, вряд ли кому-то не нравилось то, что его не выбрали лидером. Наверное, мало кто хочет брать на себя ответственность. Я именно это и заметила, когда мы разбивались на команды. Ну, в первую очередь лидер должен... Ну, у него должна быть ответственность. Он должен быть готовым к рискам, ко всяким. И поддерживать свою же команду. Тебе это удалось? Да, мне удалось. Мы были первыми. В итоге получилось, что так мы первые стали. И думаю, никому не было обидно то, что именно лидером стал я. Ну, это хорошо. Да, тогда получается, что, возможно, вот этот лагерь нужен для того, чтобы ребёнку какому-то, да, и понять, что, в общем-то, лидер – это не совсем про меня. Вот кому-то, да? Конечно. А кому-то, наоборот, понять, что, да, лидер – это... Моё. Вот лидер – это твоё? Тебе нравилось? Ну, да. Это, ну... Или ты прямо, потому что, ну, вот все на тебя смотрят, и никто больше не хотел быть ответственным? Или ты всё-таки... Я не знаю, меня, скорее, просто по общему голосованию как бы избрали. Ну, на самом деле, Иван у нас являлся и формальным, и неформальным лидером. Это абсолютно точно. Даже если бы выбрали кого-то другого, то в любом случае ориентировались бы все ребята на его мнение. Вот. Ну, и команду вывел на первое место. Они стали по итогам первой смены лидерами. Поэтому, да, управленческий опыт удался. Молодец. И у нас ещё за каждый конкурс, да, не конкурс, как за каждое задание... Активность. Да. Вам платили такие деньги. Ну, условные. Условные, да. Условные жетоны были. Кто больше всего заработал? Это же тоже важно, если ты руководитель. Чья команда больше всего заработала? Больше всех? Ну, наша получается. То есть вы по всем вот... Все активности абсолютно переводились вот в эквивалент этих жетонов, и потом мы считали, что получилось в сухом остатке, и вот как раз... То есть вот это вот и было первое место по финансам. Деньги рулят. Ну, это были не деньги, это были вот жетоны. На них ничего нельзя было приобрести. Но всё равно они имели статус. Там же было написано, что сколько-то рублей. Ну, эквивалент. Да. Данил, может быть, ты добавишь микрофон чуть-чуть к себе поближе? Данил был во втором потоке, да? Как твои впечатления? Да, я тоже была лидером. Меня как бы избрали тоже Ксана Старшей в этой группе. Как бы... Ну, лидером быть так нелегко. Постоянно были конкурсы, которые могли зарабатывать деньги. И когда был последний день, когда был аукцион, мы эти деньги и тратили. И надо было рассчитать так, чтобы этих денег, наоборот, чтобы это удвоила сумма, а не в минус ушли. Вот. И мы с командой постоянно всё считали. И надо было так сделать, чтобы и соперникам ничего не хватило, но и нам как бы немного... Ликвидировать конкурирующие фирмы. Чтобы у них не было максимально ничего. Вот. Мы старедию делали. И удвоили почти в три раза деньги. Вот. Причём это был тот самый день, когда... Тоже микрофончик. Да. Причём это был тот самый день, когда Данил уезжал в отпуск. За ним прямо уже приехали родители, а он доигрывал. И после этого сразу на самолёт. То есть очень всё острое сюжетное у нас было этим летом. У вас как будто такое ощущение, что уже готовые дети с такими способностями пришли в этот лагерь. Или всё-таки вы там чему-то научились? Потому что, мне кажется, вы уже такие готовые лидеры. Смотришь на вас, такое ощущение. Или вы такими стали после лагеря? Ну, вообще мы были, можно сказать, готовыми. Но при этом мы много чему научились. А чему? Лидера конкурсов, ну, допустим, финансовой грамотности, там, как тратить деньги, как тратить, как зарабатывать. Мы ходили на разные мероприятия, ну, с командой, короче. И теперь вы уже... Вы знаете, я перебью, у нас ещё была такая ситуация с Делиной очень щекотливая, потому что в последний финальный день были выдвинуты, номинированы на короля и королеву, молодые люди, которые должны были представлять команду. Но в последний момент по каким-то причинам, неизвестным для нас, они им отказались. И Делина, несмотря на то, что она не самая была старшая в этой группе, она взяла ответственность на себя и представила свою команду. И представила очень достойно. Поэтому умение понять, что ответственность – это очень важно. И в моменте перестроиться. Конечно, это было очень знаково для нас. Мы очень радовались, что эта команда не снялась вообще с состязаний, что благодаря вот этой линии. И вся команда поддержала, надо сказать. Правда же? Вот тоже, наверное, одно из важных качеств для лидера, который будет в ситуации как-то брать на себя, да? Прямо спонтанно какую-то ответственность, да? Сложно было? Решение такое тяжело, волновалось? Конечно. Ну, все-таки считаю, что правильно поступила, да, что так сделала по итогу. Потому что так, наверное, было бы как-то уже некомфортно впоследствии. Мы лидировали. А в деловой игре, аукцион, мы очень много денег потратили. Поэтому мы потом на третье место стали. Ну, не заняли первое место, но тем не менее, вот выводы сделали какие-то для себя. К Валере я хочу перейти. С Валерой мы познакомились, когда я проводила тоже в этом лагере. Мы сделали такую игру и разыграли эфир, да, возможность какую-то придумать тему свою и сделать такую мини-передачу. И Валера мне понравилась. Мне кажется, он готовый такой репортер, такой прям журналист, который очень быстрый, очень энергичный. Сразу же он какие-то вопросы придумал. И прям вот эта вот энергия у тебя шла. И мне до сих пор как-то кажется, вот не надо было останавливать, не нужно было вот в случае с Валерой их рассаживать по местам. Он прямо стоя вот как-то вот так вот хотел, то есть какая-то динамика бы сохранилась. Валера, как твои впечатления? Что ты приобрел в этом лагере? Расскажи. Я приобрел в этом лагере очень хорошее чувство. Например, когда у нас Аксу... Как это называется? Интервью? Нет. А что там, студия? А, да, Аксон, да. Аксон? Вот. Вот мы купали очень много-много... Сырья? Ну, именно бумаги. Ну, это сырье. Да-да-да. И потом нам сказали сделать стул. Нет, вам сказали сделать такой объект, который сможет выдержать вес одного из всех команды. А, да-да-да. И мы это очень долго делали. Нужно было сообразить, как это сделать. А как же это можно сделать из бумаги? Такую плотную вещь. Мы купали это... Сейчас. Хотя, если много бумаги, можно просто кипу сделать, да? А, да. Ну, мы брали вот такую стопку. Угу. Угу. Потом брали клей. Ну, короче, всё-всё брали, чтобы у нас получилось что-то, что хотя бы там один человек стоял. Угу. Вот. Мы это долго делали. Очень много бумаги потратили. И... И один человек хоть смог встать, но сразу упал. Я видела, вот мы ролики тоже для наших зрителей показываем. Это что-то такое было, да? Со скотчем вместе намутанное. На что можно было встать. Но с заданием-то справились в итоге, получается? Да-да, справились. О, я ещё хотела сказать. Угу. Мы ещё вроде начали, когда были, там ещё нам вроде говорили ещё что-то ещё сделать из бумаги. То есть... Снежинки делали, самолёты делали. Да, да-да-да. Ну, и ещё надо было сделать башню. Да, и башню. Да-да-да. Одни из них мы делали из трубочек. Ну, и там ещё остальные тоже делали. И, наверное, это ещё нужно было суметь продать. Да-да-да, надо было не продать. Не продать. Построить самую высокую башню, самолёт, который летит дальше всех. И для того, и надо было сделать так, чтобы купцы, которые заказывали производство этой продукции, приобрели за определённые деньги вот этот товар. То есть торг был уместен, понимаете? И надо было так договариваться, суметь договориться, то есть управлять своими коммуникациями, чтобы убедить взрослых людей. А в качестве купцов у нас был ректор нашего учреждения, преподаватели. Такая сложная задача. Я думаю, у нас сами дети были купцами. Нет, нет, нет. Очень сложная задача. И всё было очень по-взрослому. Поэтому проявить свои управленческие навыки, либо приобрести их можно было вполне за 4 часа этой деловой активности. Вот. Ну, Валера, ещё очень действительно хорошо получилось на смене про лидер снять ролик. Ты какую роль играл? Робота. Нет, подожди. Когда можно было выбрать, ты будешь режиссёром, оператором, ведущим. Вот когда мы снимали видеоактивность, ты кем был? Я не понял. Светлана Петровна проводила для вас активность. Он самым главным был, потому что он брал интервью. Ты брал интервью, ты был ведущим проекта, да? Да. Я спрашивал, как у него настроение, чем он занимался летом. Тебе понравилось вообще в этой роли? Да, понравилось очень. Чувствовал себя. Комфортно вполне, да? Да, да, да. Да, Аделина тоже была очень хорошей ведущей, я помню, да, она мистическую передачу вела. Вообще все дети справились. Мне тоже показалось, что это прямо даже как-то нереально, что за такое короткое время все так быстро подготовились, и у всех получилось. И темы все взяли разные. Вот у Валеры была тема про отдых, у Аделины у вас была тема что-то с мистикой, да, связанная? И ещё какие-то темы затронули про благоустройство нашего города. Это было прям очень интересно. В общем, молодцы. А было ли что-то в этом лагере, что вас разочаровало, или что показалось для вас сложным? Или может быть у вас есть какие-то пожелания для того, чтобы в следующий сезон было что-то, что вы хотели бы в этом лагере узнать, посетить? Да, было. Да? Расскажи. Ну, было не очень, когда надо было постоянно ходить по этажам. Это был вариант. Мы договорились, что мы не будем пользоваться лифтом. Вот, будем ходить по этажам. У нас были физкультурные минутки, разминки и так далее. И, конечно, поход на 12 этаж с 9-го. Ну, с 9-го, не с 1-го. Ну, с учетом того, что было жарко и было лето, вы, конечно, все большие молодцы. Мне кажется, вы просто герои. Потому что, когда я пришла, я кое-как пришла, если честно, в эту жару. И я подумала, что да, конечно, было бы хорошо, чтобы это была какая-то открытая площадка, да, где на свежем воздухе. Потому что все-таки лето и тепло, какая-то веранда. Ну, пожалуйста, Александр Петрович, я еще задам один вопрос вашего позволения нашим гостям сегодня. Скажите, пожалуйста, для вас, кого вы считаете очень грамотным управленцем, на кого вы ориентируетесь? Может быть, кто-то есть в вашей жизни, кто является для вас примером хорошего управленца? Ко всем вопросам. Ну, я имена, конечно, забыла. Бывает. Ну, есть такие люди, да? Есть такие люди. Понятно. И вам, и тебя. Кто для тебя является управленцем важным? Ну, для меня, наверное, больше всего дедушка или, ну, скорее бабушка. Бабушка или дедушка? Бабушка у меня в Хандыгской школе, это Тампонский район, она там была директором школы, очень хорошо управляла ей. Также дедушка в «Теплом ключе» был, ну, депутатом был, и, конечно, главой был, и, не знаю, очень хорошо он вроде вёл. Вёл свою управленческую деятельность. Вёл свою управленческую деятельность. Ага. Спасибо, Иван. У нас уже время к концу подходит. Да, у меня есть дедушка, он был ректором в СФУ и рассказывал в дне учебного времени своим ученикам в парке, в разных местах культурного. Имя называй. Михаила Виктор Данилович. И твой герой? А мы уже совсем заканчиваем, быстренько прям. Я считаю, что... Мы заканчиваем, Адалина, не успеем, простите, пожалуйста, на рекламу уходим. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии Наталья Кашпирская, кандидат педагогических наук, руководитель кафедры государственного муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента Республики Саха-Якутия. Мы продолжаем говорить о проектах Высшей школы инновационного менеджмента. Вот в первом блоке мы рассказали о том, как много сделано для детей. И в этом блоке мы будем говорить о том, как много сделано для взрослых. И продолжим тему руководителей. Да. Ну, я уже сказала о том, что у нас впервые проект был детский, а так, конечно, учреждению нашему более 25 лет. И, конечно, каждый из нас понимает, что руководителями не становятся, не рождаются, ими становятся. И поэтому это такая опция, которую нужно развивать, скажем прямо. Поэтому у нас большое количество всевозможных проектов есть, рассчитанных как на тех, кто делает только первые шаги в государственном муниципальном управлении, и для тех людей, которые уже много лет работают на этом поприще, и им требуется перезагрузка, переформат, когда мы уже говорим о профвыгорании, возможно, да, и человеку нужно, да, прийти, посмотреть на себя со стороны и что-то поменять. То есть программ очень много, разной направленности. Ну вот, вы знаете, в последнее время, вот в ближайшее время буквально был издан указ главы нашего региона, 410-й, как раз посвященный именно управлению как таковому, формированию этой самой управленческой команды. И там очень много есть революционно нового, скажем прямо. И основной приоритет, который делается, это все-таки на формировании школы культуры управления. То есть согласитесь, что сейчас уже не модно слышать даже от людей, которые сами организовали свое профессиональное пространство, от предпринимателей, у которых в подчинении иногда бывает 2-3 человека, всего-навсего, даже от них уже сейчас не модно слышать «вы уволены». И при этом человек, когда испытывает определенное удовольствие от произносимой фразы, это уже все к счастью ушло в лето. То есть сейчас не ценятся такие руководители, у них никто не будет работать, с ними никто не будет чувствовать себя единой командой. Поэтому сейчас немного другие приоритеты. И сейчас очень важно, чтобы действительно была команда, которая решает поставленные перед ней задачи. Поэтому сформировать эту команду могут только те люди, которые действительно культурно образованы, которые понимают, из чего состоит эта культура управления. Вот об этом и о многом другом думаем мы под патронатом наших руководителей. Вот к теме увольнения, сейчас мне кажется, насколько вам кажется, есть эта проблема или нет, мне кажется, она существует, потому что среди моих знакомых есть те, кто руководит. Сейчас же, в принципе, бизнес доступен для многих людей, быть предпринимателем популярно. Сейчас такая есть проблема, на мой взгляд, когда вот как раз-таки человек не может, он стесняется уволить сотрудника, который не справляется с работой. И не хочет, в общем-то, и для своей конторы такой репутации, что люди не задерживаются, и как конвейер, и вроде бы как и не уволить, и сказать стесняются. Вот именно это ушло в бытие, вы уволены. А как сказать, как и пытаются этого человека, я даже знаю, что руководители пытаются, понимая, что у человека какие-то проблемы личные, оплачивать ему психолога, чтобы он там что-то вот решил. То есть настолько вкладываются, и потом может получиться так, что все равно этот человек не остается на этом месте, с ним приходится попрощаться, но уже через вот большую затрату энергии, хотя, в общем-то... И ресурсов. Да, можно было уволить... Знаете, да, можно, конечно, уволить сразу и не заморачиваться с таким проблемным работником, но я не думаю, что эта проблема характерна для малого бизнеса, потому что слишком большие ресурсы действительно должны быть затрачены, вкладываться в одного человека, в его повышение квалификации и так далее. Конечно, предприниматель, особенно начинающий, не может себе этого позволить. Поэтому чаще всего бывает так, что если даже мы обучаем человека, да, предприниматель обучает человека, то он, как правило, заключает ученический договор, по которому человек, пройдя обучение, за которое работодатель заплатил деньги компании, да, он обязан отработать там год, может быть, два, может быть, три года, и только после этого он может уволиться без взаимных претензий друг к другу. Если же это происходит раньше, то тогда человек возвращает, затраченную на него сумму денег на обучение. Ну, то есть вот такой вариант есть, как бы, как можно подстелить соломку, скажем прямо. Ну, и, конечно, вот то, что вы сказали, неудобно сказать человеку, мне кажется, это какие-то ложные ценности, которые нельзя ставить во главу угла, всё должно быть подчинено всё-таки результативности нашей совместной работы, и если человек не справляется по каким-то причинам и не пытается чего сделать для того, чтобы изменить ситуацию, то, ну, в нём просто нет надобности, нет необходимости. И здесь на помощь, конечно, приходят эффективные контракты, то есть где должно быть чётко прописано те обязательства, которые ты должен выполнить за определённую единицу времени. Если ты с этим объёмом не справляешься, ничего не делаешь, чтобы изменить ситуацию, то в тебе просто фирма перестаёт нуждаться. Но при этом с хорошим отношением, с договорённостью, с умением услышать друг друга и договориться, понять позицию руководителя и понять позицию наёмного работника – это очень важно. Именно поэтому мы во главу угла сейчас ставим культуру управленческую. А вот ещё есть такое мнение, что подчинённый человек, сейчас в психологии это очень популярно, что, ну, вот хочешь, чтобы у тебя зарплата была больше, ну, пойди к руководителю и прямо попроси, что вот проблема-то в том, что ты попросить не можешь. Как вы насчёт этого думаете? Вы знаете, у нас большое количество курсов, которые связаны с развитием коммуникативных навыков, с умением вести переговоры, с умением услышать друг друга. Мы даже… Причём это не просто вот делай так и всё. Мы прямо проигрываем эти варианты, проигрываем эти сценки. И самое с ног шипательное – это когда мы разыгрываем руководителя, который на тебя повышает голос, кричит, например, да, а второй человек думает, как на это отреагировать, и самый рациональный способ – это сказать профессиональный комплимент в этот момент. Вот тогда напор негатива и желание продолжать повышать голос пропадает. Как это не парадоксально, понимаете? Поэтому моделирование ситуации, проигрывание их, запоминание хорошо решённых, удачных кейсов – это очень важно. Поэтому мы сейчас говорим о том, что у нас практически нет теоретизированного обучения, у нас всё отрабатывается на практике посредством решения определённых кейсов конкретных. И вот если уже мы говорим о том, как стать управленцем, мы подумали о том, что, конечно, это профессия по большому счёту, да, поэтому профессиональная переподготовка по государственному и муниципальному управлению, она классическая, она была всегда. Но вот в данный момент мы подумали о том, что у нас очень разные потребители. И высшая школа инновационного менеджмента подошла к этому вопросу творчески. Мы подумали, что есть те люди, которые хотят за очень ограниченный промежуток времени, там буквально за три месяца получить диплом. им это нужно. И мы им даём такую возможность, причём сделать это в абсолютно дистанционном формате. Это коммерческий курс, он не очень дорогой, там порядка 20 тысяч может стоить, но у тебя диплом на руках. Вот. Содержание отработано, всё. На платформе модул ты проходишь обучение в удобном для себя режиме. И есть второй вариант. Это уже более длительный промежуток времени, около полутора лет ты учишься, и это очное обучение. Причём настолько хорошо прокачивающие в тебе все профессиональные компетентности. Мы подумали о том, что нужно полностью менять, сделать более практикоориентированным обучение. И поэтому, например, если мы проходим такой предмет, как этика государственного гражданского служащего, то мы рассматриваем и варианты причесок, которые уместны. Мы подбираем одежду. То есть это не игра, это моделирование ситуации, чтобы у нас не было потом таких скандальных ситуаций, которые несколько лет назад была с одним из наших министров по поводу глубины декольте или длины юбки, карандаша, чтобы вот этого всего не было. Потом рассматриваем варианты макияжа, вплоть до того, что мы готовы приглашать визажистов, которые дадут какие-то чёткие установки, что уместно, что неуместно относительно государственной службы. Ну то есть действительно практикоориентированные вещи. Потом вариант фото. Как сделать деловое фото, как сделать групповое фото в деловом стиле. Вот все эти вещи мы проговариваем, проигрываем. Как дать интервью и не выглядеть при этом нелепо. Куда смотреть, что делать с руками. То есть вот эти нюансы, на которые в принципе мало, когда кто обращает внимание... Кстати, что делать с руками? Руки вечно некому, вот обычно вот так руководители стоят. Ну это неплохой вариант, кстати. Да, это неплохой вариант. Но всегда нужно помнить о том, что мы ещё и жестикулировать должны, поэтому как это сделать. Причём здесь же ещё есть нюансы. Высокий ты, низкий ты, телосложение. Всё это нужно учитывать и подбирать для себя стартовую позицию для рук, стартовую позицию для тебя самого, стартовую позицию для глаз, на кого смотреть в аудитории. То есть очень много нюансов есть, на которые мы не обращаем внимания, но здесь фишка в том, что люди, которые нас слышат, они нас считывают, независимо от того, знакомы они с этим контентом или нет. Их подсознание даёт им ту картинку и ту информацию о картинке, которую они видят, которую они получают. Поэтому мы должны научиться управлять восприятием людьми нашего образа. Поэтому очень много интересного, и это всё будет с профессиональной переподготовки. Понимаете, как здорово. Сплошная манипуляция вообще вокруг. Я вот ещё подумала, представила вот этот диалог, когда вы говорите, руководитель кричит, а подчинённый ему делает в этот момент... Может. Может какой-то комплимент. Но если этот руководитель прошёл обучение в вашей школе, он сразу же поймёт, что подчинённый хочет им манипулировать. Да, не манипулировать. Это значит, что он захочет остановить, не повышая голос, он захочет остановить эту ситуацию. А наоборот тогда он остановится. А тогда хорошо. И он, скорее всего, остановится и поймёт, что да, это сигнал. Вот. Поэтому очень много интересного. И я пользуюсь случаем, конечно, хочу пригласить всех ваших телезрителей и радиослушателей к нам. Потому что даже если вы сейчас не относитесь к государственной гражданской службе, даже если вы сейчас не относитесь к муниципальной службе, но в перспективе где-то планируйте для себя, что я стану управленцем, пройти обучение на базе Высшей школы инновационного менеджмента. Я сейчас скажу номер телефона, по которому можно позвонить, записаться, узнать всю необходимую информацию. Он простой. Звоните, узнавайте, вам будут рады. И я думаю, что те примеры людей, которые у нас проходят обучение, они прямо меня очень трогают за душу. У нас буквально весной была защита дипломов, и была женщина такого почтенного возраста. Я подумала, интересно, вот она сейчас проходит обучение. Видимо, ей предложили какую-то должность. Я задала этот вопрос. Она сказала, нет, мне никто не предложил никакую должность, я просто делаю это для себя, потому что я хочу быть профессиональной бабушкой. Это же. Вы понимаете? Я хочу быть профессиональной бабушкой, я хочу общаться со своими внуками, понимать их, считывать их эмоции, уметь верифицировать их и прочие-прочие вещи. То есть это очень интересно, действительно. И такие вот управленческие курсы, как у нас в этом году ведут, например, управляй собой, управляй своей командой, управляй своим временем, управляй своими коммуникациями. Всё это очень интересно, всё это философия управления. И поэтому это может пригодиться не только большим начальникам, но и просто по жизни. Это может дать очень хороший багаж знаний, который позволит вам и с своими соседями общаться, и не ругаться с супругами, и понимать своих детей, которых с каждым годом становится понимать всё сложнее, потому что разница в возрасте увеличивается, да, между там бабушкой, внук и так далее. Поэтому всё это очень интересно и нужно. Приглашаю. Ещё раз, с вашего позволения, номер назову телефона 8-900-24-59-021-00. – Очень много полезного можно узнать из того обучения, которое вы предлагаете. Потому что всё-таки важное качество взрослого человека – это когда он может выстраивать отношения с любым взрослым тоже человеком, но и с ребёнком. Это, конечно, очень важно. Ещё у меня один вопрос по поводу профдеформации. Есть такой момент, когда руководители, они настолько как-то заигрываются в руководящую свою должность, что, выходя даже из своего учреждения, они продолжают оставаться руководителями. И с такими людьми становится, ну, вот их близкому окружению общаться очень сложно, потому что человек, он продолжает воспитывать, продолжает как-то указывать. И вот этот даже тон руководительский… – Дравоучительный, да. – Дравоучительный, да. И его вот это вот вся такая, ну, его тело говорит о том, что он руководит. И с таким человеком очень сложно найти общий язык. С этим как-то вы работаете? – Светлана Петровна, ну, это, согласитесь, неумение управлять собой, да. То есть ты штампована одинаково везде. Но по большому счёту, если грубо говорить, вот кальку снимать с этого вопроса, это именно так. То есть ты на работе большой начальник, ты приходишь домой, ты там большой начальник. И, конечно, это неумение управлять собой. Если ты не умеешь управлять собой, не можешь подстроиться под собеседника, под его темп речи. А располагающая атмосфера, она именно такая. Вот, если ты не умеешь считывать то, что хочет от себя получить твой собеседник, то ты плохой руководитель, по большому счёту. Я сейчас говорю грубо, конечно, но, тем не менее, не надо ни под кого подстраиваться. Нужно просто понимать, какую цель ты преследуешь в этом общении. Всё идёт от твоего посыла. И тогда уже, конечно, если твоя задача дома прийти и поругаться со всеми домочадцами, конечно, ты можешь не меняться, ты можешь сохранить этот слепок и вынести его из кабинета своего и перенести домой на кухню. Если же твоя задача всё-таки мирная беседа за вечерней трапезой, то тогда ты выключишь начальника, грубо говорю, конечно, но, тем не менее, так и есть, да, и превратишься в маму и бабушку. И тогда эффект будет совершенно иной. Поэтому управлять собой, вот эмпатично чувствовать свои эмоции. Ну, наша задача научиться чувствовать других людей. А без того, как ты не научишься чувствовать себя, ты не сможешь почувствовать другого. Поэтому управляй собой – это первый модуль того самого интенсива, про который я говорю. Поэтому да, если человек не умеет выключать начальника, это говорит о том, что он непрофессиональный руководитель. Я почему-то думала, что это звёздная болезнь и просто все ей как-то… Нет, это неграмотное управление. Понятно. Да, к сожалению. И с вашего позволения я задам вам тот же самый вопрос, который вы задали в первом блоке нашим гостям, детям. Ваш ориентир руководителя? Вы знаете, я в основном веду направление коммуникации, да, там, где управляй коммуникациями, управляй собой. И я прям целый модуль разработала по поводу того, как мы анализируем, анализируем речь великих руководителей, тех, кто когда-то принимал важные решения, анализируем их речь, смотрим, что под этим было. И вот целый модуль, огромный модуль, полдня практически мы анализируем речи Владимира Путина, лидера нашей страны. И я убеждаюсь в том, что России сейчас очень повезло. И говорят же, да, что страна заслуживает такого руководителя, которого заслуживает. Вот я очень рада, что мы заслужили такого лидера, как у нас есть. Я действительно считаю, что Владимир Путин — это человек, это великий коммуникатор, это человек, который умеет управлять собой, умеет управлять всеми, умеет добиться многого, вплоть до переустройства этого однополярного мира, многополярный. Поэтому здесь есть ориентир, и этот ориентир — лидер нашей страны. Я говорю это абсолютно не кривя душой, это так и есть, я искренне, вполне. Спасибо большое за то, что вы сегодня, во-первых, в организации нашего эфира, за то, что вы сегодня так интересно подготовили детей, которые рассказали о летнем лагере «Открытый университет». Я думаю, что цели всё-таки были достигнуты, и наверняка повторите этот проект в следующем году, он, наверное, станет традиционным, и, возможно, сезонов будет больше. И, конечно, проекты для взрослых — это, получается, то, для чего ваша школа, высшая школа и существует, наверное, также будут пополняться ваши копилки. Спасибо большое. Спасибо. Мы можем напомнить ещё раз телефон для наших слушателей и зрителей, вдруг, если кто-то заинтересовался и захочет получить образование руководителя. Конечно. 8-924-590-21-00. Спасибо большое. Всех слушателей и зрителей я благодарю за внимание. Ещё раз всех поздравляю с открытием сезона программы «Якутск.Сегодня». Оставайтесь вместе с нами по будням в 16 часов 15 минут. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова